Слава! Доброе утро! Уехал к тебе! А пока мы в пути, хочу рассказать о поездке немножко. Еду я, в общем-то, недалеко. Еду в соседнюю деревню. Рассвет сегодня чудеснейший. Вот такая красота. А там вот рассвет. А там вот вдалеке туман. А тут асфальт сняли с дороги. Недавно ехали в Гомель. Подвозил соседку. Сказали, что асфальт украли. Ой, сокрушалось. Вот так он готовится к новому асфальту. Когда он, правда, будет не совсем известно. Но будет в этом году. Вот так прямо остановись. Тут не поднесу. Налёгенько. Да, друзья. Уже очевидно, что я купил себе лодку. Лодку-душегубку, как в простонародье. Много лет я присматривался к своей природе, просматривал всякие варианты, что купить. И всё же остановился именно на вот этом варианте. Потому что ну, стоит, во-первых, недорого. Во-вторых, нужна раз от разу по разливу. Поэтому вариантов было много. Но вот выбрал именно вот этот. Не требует особого ухода. Хранения ну, на мой век хватит. Не знаю. Никогда таким не пользовался. Но местные пользуются довольны. Вот. Ну, думаю, что и мне, наверное, понравится. Потому что хоть люди здесь местные и деревенские, но это абсолютно не значит, что у них нет денег на надувную лодку там или ещё на что-нибудь. Вот. Видимо, в этой конструкции есть свои преимущества. Вот. Я и решил её попробовать посмотреть-то. Именно такую захотел. А вот это вот. Видимо, какой-то шарик лишился своей цепи. Или бобик. Но, в принципе, это вещь нужная и надёжная. Чтобы где-то привязать, чтобы что-то куда-то зацепить. Но цепь, именно цепь. Не знаю. Приедет ещё сейчас тот, кто сделал мне человечек. Вот. Расскажет, зачем вот вертлюжок. Действительно ли это был когда-то тут бобик. Или это просто... Или это всё-таки сделано специально. Вот это интересно. Сегодня 8 марта. Прекрасное солнышко. И вот таким солнечным днём как раз вот тут речка пришла. Самое время испытать мою лодку на ходу. Субтитры сделал DimaTorzok. Весла нормального нет. Весло какое-то из палки вот такое вот струганное. но это ладно. Пока не сильно-то и хотелось. Посмотрим, что получится. Первый раз лезу в такую лодку. Довольно страшно. Ну, пока стоит на берегу. Скажу так, что остойчивость такое себе. Ну, в общем-то, летят гуси. красота, весна. Можно подойти к забору, посмотреть. так вот непривычно смотреть на берег с воды. Так вот, в ту сторону вид с кормы. Бочка уже затоплена, где я мусор жег. мне нравится. Классно. Классно. жег. А я думал, что она будет более шаткая. Нет, вполне таки остойчивая, нормально. Продолжение следует... Не, классно. Я доволен. Я думал, что будет похуже. Будет такая более валка. Она такая довольно-таки устойчивая лодка. Вполне себе. Ну, конечно, на борт не ляжешь, не сядешь. Ну, так вполне неплохо так довольно-таки. Вот, что-то делать у борта можно. Ни далеко, ни глубоко, чтобы тонуть не глубоко. Хотя здесь вот именно довольно глубоко, вот в этом месте. Здесь такая круче. А там вообще ямка. Ну, так. Что-то делать можно, но на край не сядешь. Сейчас похожу еще вдаль лодки. Посмотрю, как она на носу себя чувствует. Ну, вполне что-то можно делать с носа. Что-то подтянуть, оттянуть. И пойду еще на корму. Ну, и пробуем что-то делать с кормой. Ну, корма, конечно, потяжелее. Но зато здесь есть опора. Здесь тоже удобненько. Интересно, будет набирать воду. Да, вот здесь вот щель есть. Здесь набирает воду. Наверное. Так вот прошел день с дня 8 марта. Я доволен. Придет время. Можно будет позаниматься рыбалкой с лодки. Ну, и так вообще сходить на тот берег, посмотреть. Потому что так переправы туда нет. Тут везде речка идет. Сегодня со своей новой яхты. С вами был Домик деревни. Не забывайте поставить лайк этому видео. Не забывайте подписаться. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова